а из-за чего из-за гидравлики не заезжаю из-за чего его не потянет но сейчас я на объявит занятие я еще кое-что скажу так я попрошу внимание надежи васильна она не слышит даже него не вот отойдете беспокойно ведешь себя в храме храме никаких хождений чтобы не было я бы хотел спросить вещи приносишь там же где батюшка покупали надо узнать что за свечи батюшка покупает значит они благословили это ничего не значит еще это надо проверить как очень просто узнать и прекратить у нас в уставе написано никакой примеси я дал воск большой круг она дома свечи льет дочь принесла я гляжу они блестят я говорю да мама чтобы свечка выходила из трубочки она расплавленным парафином а принесла там пачка вот такая мы все до одной забраковали нам не надо сердце чисто сотворил мне можно притом у нас в уставе написано не тушить потому нас не тушится все сожжение жертвы узнать мы даже исследовать никому нельзя доверять а потому что речь касается нашей жертвы нечистая нечистому чистое чистом в израиле это было так это очень и очень строго это бог при к этому подходила к тому строго показано копытное животное раздвоеная копыта жвачка все они горят не трещат вы говорите стреляют вот в храмах там эти-то не трещат свечи горят это может и не стрелять даже я был в америке микринов алексей священник пригласил у него свечной это вот такие круги огромные круги парафина чем-то смешать и в церкви продают разного света зарубежной церкви ни на кого не надо смотреть вот у нас на болтаре семисвечник про него говорится священное писание рядом с двух сторон ставит батюшка я сказал батюшка зачем ты ставишь два светильника он не может объяснить это еще не говорит что священник делает и все нет для нас слово божие открытым оком даже смотреть зачем бог сказал семисвечник он стоит зачем ты дай по одной свечке ставишь рядом ты можешь вытащить сюда там ставить это на престоле он ответить не может и поэтому проверка не священником а словом божиим слову сказать сегодня день рождения нашего батюшки мне было пять лет когда он родился а мать заперлась я слышу кто-то крещит а за мной на три года моложести с радуйся я помню с улицы через окошко то на подушку поставил я до выше уже не могу залезть еще с дуськой сделала она сказала мать а там надо с бабкой бегать я когда пошел отца встречать пять лет я бегу в пять лет я бегу вот так на море бичком бежит и вот так вот подпрыгнет я также к отцу отец вам копарнишку нашла вот он пакет он ревливый был у него пуп вырнутый был ревел вот прямо не знаю как поиграть охота я бегал за бабушкой тут через дорогу жил хоть маленько от него такие ну ревел паки и паки кричался вот время пришло кое-что припомнить я сказал ты имей это ввиду ссылаться никак нельзя не знаешь а бывает так что священники не он только первосвященники ошибаются неужели это такое знание имеет значение мне рассуждать не надо дабы в точности исполнить написано так это ветхом завете первое послание к тимофею 4 глава 16 стих вникай в себя и в учение в себя и в учение все время накладывай занимайся с ним постоянно и вот так поступая спасешь себя и слушающих тебя мы жертву при на жертву богу дух сокрушенный сердца сокрушенного и смиренного ты не предришь божий смириться перед этим надо ходить не надо двигаться не надо я знаю кто больше всех нарушает она считает это все надо сделать раньше когда переписываете что-то ошибки не делайте другого попросить читать там кандаки то другое никаких движений нет особенно 7 минут у нас нет жарко сразу начинает и раньше это разделься холодно берет опять туда-сюда один человек мельтешится все время перед глазами и сказать нельзя значит ну какая же это вера то твоя который дерзость дальше нет смирения все остальное пустое зачем бы уставы давала церковь и при том уставы не просто давали вот сейчас говорят и никто не обращает внимание двери двери премудрости вон где двери кто их сделал красивые двери брат андрей сделал или что это означает что диакон кто там стоит староста должен пройти так ты кто такой а ты кто такой нет так на улицу двери запереть двери запереть вы покажите в каком храме это делается но у нас маленький потому вы не покажите каких храмах эти двери есть их там и нету чтобы их закрыть так я говорю о том что надо было а что и не надо даже и говорить не стоит мы читаем оглашенные и из идите елицы то есть которые оглашенные где они я священнику когда разъяснил он так я должен выйти в храмы сделала должение выйди первый дако служить а зачем служить запри храм начинаю учить людей я давал конкретный совет что нужно делать когда вот опусти рай зашили там вот так ноги поднимали крещали пресвятая богородица прогони путина святая богородица прогони путина что сделали арестовали а а им уже заплатили деньги поедут они в америку там сидит там все уже и попали туда казаки там взяли давай плетью дали срок что-то и они выклинули лозунг круши кресты спасай россию и стоит она в одном бюстгальтере там или больше всего и электрической пилой пилит большие поклонные кресты только валятся все по всей россии еще не добились а что надо было делать закрыть как оскверненный храм это по слову божию огромными замками чтобы все видели дальше патриарх первое объявляет это он за это отвечает не сторожа виноваты здесь блеститель всего патриарх и он объявляет епископом так господь показал кто мы такие молиться не можем об очистительной жертве будем говорить перед храмом христа спасителя там течет река москва рядом эта площадь будет по всему миру и крикнуть за границы поехали бы молиться день и ночь три месяца молиться плакать за свои грехи и за них их не трогайте не прикасайтесь к ним я первый день когда было я уже в интернете выставил потом поехали там мы стояли перед храмом христа спасителя простили бога одна сторона была закрыта нельзя пройти а там кнопка позвали вышел кто там полицейские или кто охраняет что хотели открыть нам мы с одной стороны не молились а кто такие мы сказали он пошел ключ взял открыл мы зашли и там стали на колени стали молиться из россии кто-то это делал или нет и мы просили что бог сохранил и президента и всех это все в интернете выставлено не просто пришел отстоял я с богом разговаривал мы были в храме мы с богом были вместе я из храма иду зато узгор пришел из храма не спеши там по нашему сказать на пироги что же она приготовила сначала поделись что тебе тут было я сегодня сказал вот об этом накормить их этой пищи а женщины никуда не по служанке дети это все вы его аудиторию входит она пусть другим расскажет зато зверьте я ничего один не сумею сделать ты ищи там где слово божие звучит у нас тем более сейчас не один человек я когда уезжал и сказал вот что мы собираемся слово божие три раза в неделю в интернете чат называется группа людей начинайте каждый образовывать никита образовал у себя никита колесников я сейчас был он как раз прислал денег даже 15 тысяч у меня грид деньги появились а кому нужда я тоже сразу передал никита колесников все понимали об бревно все сидите жрет и жрет и он где-то тайно наркомане здесь я спрашивал говорить нет ну посему видно было что туман какой-то он работать начинает дальше сергей ведет эти занятия вот при крещении принимал вячеслав отдельное занятие еще кто у нас виктор виктор савченко во франции тоже образовал ну большинство людей то наши но есть люди которых мы не знаем я дал указание почему не все время будете готовый обед есть а сами приготовлять научитесь то есть у нас идет работа это не просто так это занятие полтора часа вопросы и ответы когда вернетесь там ждут благодаря вашим вот этим занятиям я наткнулся я отстал от этого от этого люди благодарят бога это ни один не два это работа идет вот оно общее где у ног христа остальное это мимо проходит на той неделе случилось такое событие я не люблю слово болеть но тут получилось это не болезнь была повреждение ноготь острижены подошла надежда васильный пока тут надо бывает так человеку как вот дворник работает на стекле то пыль все я уберу я не люблю чтобы глазу кто то я взял а только что и чикнул и вот это который есть я ее задел и вирус попал шесть лет я мучился шесть лет дорога ехал виктор андреевич там маленький такой бутылёк его из него выжимать одну каплю чтобы она этот гной убрала шесть лет а тут сразу внезапно вспыхнула у меня во внутрь боль пошла глаз заплыл вы видели какой я и и алексей меня довез брата алексей до барнаула передал там гале а дальше получилось не так как есть перед тем как ехать я в интернет и выставил у меня не болезнь повреждение это не болезнь мясорубка не скрутили и палец засунули это не болезнь болезнь это какая-то там простата у тебя или что там найдешь почки не работают виктор андреевич цены ему нет и он провел меня как я считал немного он горит около 15 кабинетов где анализы брали все там 5 ампулы с меня кровью выкачали мои я бы зачем так надо вы на рентген на давление я не знал что у меня давление уже гипертония настоящая у меня все время было 120 или из-за того это а 150 ну ладно теперь анализы надо соединить вместе и назначить операцию какая операция что там ну глаз чуть не так а после операции этой наклоняться нельзя я пришел домой конечно я знаю все молятся звонят телефон газа разрывает я утром встал у меня ничего нету не больно я видит до того удивительно как виктор андреевич сказал ладно это бывает облегчение ну он-то идет без очереди татьяна капустина когда брала давала анализы там больше месяца ушло а вот еще не полутора дней все сделал как надо ну он видимо что-то говорит а я давал им визиточки там то другое но он говорит о необходимости это сделать и он врач найдет у него написано кто он и врач а я решил уже что если бог услышал молитву как же теперь на операции то пойду зачем я как волна поднимаем в этом развиваем и бог уже сделал но еще остается там свет это уже нет ничего уже более этой нету и потом сразу операции назначена до на понедельник они на пятницу на пятницу то есть за день день анализа всем сдвинул как-то с места приводит к врачу а врач мусульманин молодой у меня все это в голове одно на одно накладывается чего же я буду то а по фамилии то они меня сразу высчитают кто я нужен я там чуть не так это я все говорю ни на чем не основана на своих только мыслях он может прекраснейший человек бородка немного когда я добавил визитку у меня другая вера отошел я все это себе беру дальше я достаю вот это пришел туда виктор андреевич меня привел последний я спрашиваю резать будут он говорит нет операционный написано у меня все заснято я тогда она выходит говорю мы будем снимать она зашла а это не разрешается я говорю вас должен к профессор есть ну преподаватель сказал можно шоиха доктор медицинских наук замглавы администрации края сказал можно а я не разрешаю вы не имеете права не разрешать 330 статья уголовного кодекса она вас подсекает сразу вы умышленно идете на конфликт или не знаете закона я не хочу так уже подвел меня там а деле вот надевается такое сзади завязывает а здесь сплошняком такая как целлофан похоже шапочку на меня надели ложитесь нет подождите вы мне глаз сначала посмотрите надо ли ну когда человеку онкологическое заболевание ему стало легче он на несколько раз проверяет врачи советуется у него ничего нету у меня нету ничего не мне не больно и гной то я утром стою сейчас и промывки не требуется ничего я я вижу даже не смотрят ложится зачем я нужен как вы будете делать нет мне сказали резать не будут операционную так не будете делать я вижу я им не нужен ему нужна операция но виктор андреевич это крайне не вредно теперь я кому подойду к врачам то скажут полностью прошли пропустили без очереди а человек сбежал и натурально сбежал но я вернулся дальше к виктору андреевич и дальше мы записали у меня замерил все такое и вот я и приехал а болит и не болит при том сразу мгновенно утром встал ничего нету как будто никогда не болело так я попрошу когда молиться будете чтобы господь успокоил виктор андреевич он прав на сто процентов я не прав но я по-другому не мог поступить и мне сразу почти мы так и думали что господь подаст исцеление вам люди так пишут даже не один не два ни один не два повторяю 41 одна тысяча меня подписчиков 40 миллионов просмотров миллионов я поступил по велению сердца помолился я там свободно было те дни у меня сразу вернулась семикратно день молиться ну погулял маленько на на об сходил по другое кому-то что-то говорил и господь вот такое сделал батюшка звонит ты не выезжай то побыть субботу воскресенье я уже собрался пятницу так я остаюсь а почему батюшка сказал батюшка сказала для меня закон все а галя там из-за меня старается везде вот эту рыбу которую приезжали то за каждого карася 250 рублей мне штраф то другое то она созвонилась туда пошли и оказывается ничего этого нет как говорят на понт шапку сбить за что я за что приехали тут одна грязь была а вот давай карты их карта а на карте у них только два пруда у меня 6 прудов а почему их не было там сухо вот здесь вот работал у меня бульдозер работал там работала два бульдозера сразу я вломил сколько два года тогда вначале и сейчас 4 года подряд папа понятно что так делаю пруд его бы не было вам это нужно рыбу теперь сюда мы 700 карасей на еще запустили покупали завьялов привозили теперь рыбы я и зарыбил а мне пишет ничего вам не будет они не правы они абсолютно не правы и теперь там нашелся человек я вам скажу звать его димьян николаевич помолиться о нем просила галя он какую-то роль там играет но и тоже нет надо знаете доказать что у вас тут не втекает и не вытекает с обе мы не связаны то есть я нищую рыбу взять не могу но это пруды это не озера пруды не как теперь когда сняли вот только рыжковский монтод южный у них на карте нету а где остальные пруды то их нету вот эти два они отсутствуют их не было ну раз бульдозер работал внутри этого пруда ясно дело что сухой был где-то и теперь оказывается у них правило есть такое что там гидрологически не связан ни с чем и карту какой-то нашли выходит там маленькая ниточка но она никакая карточка это река от вас вытекает ну какая река откуда она возьмется то на пустом месте не гор ничего нету ну нужно комиссию чтобы зафиксировать ну так сделайте нет это вы делаете а сколько то несколько миллионов стоит несколько миллионов чтобы они приехали вдвоем сфотографировали в обед приехали к женам потом вообще сумасшедшая страна и кому она нужна будет такая гидрологически не связано ну не связано ниже приезжали сюда они еще не смотрели первый мостик он пересох ты по сухому же едешь 2 мы загрузили по шлюзы посмотри там не идет где все мы связаны а если гидрологически не связаны до свидания они не имеют права разговаривать они тогда сказали главное чтобы из интернета и ставки нам жалобы идут а зачем вы принимаете жалобы но пишет доброохотный там добродетельный верховный думок приняли от анонимщиков не принимать никаких сведений и жалоб вы закон не знаете анонимщики то враг народа враг народа сколько расстреляли сейчас зачем вы их слушаете вы мне отвечаете в интернете ничего не надо но я должен ответить течение месяца шаблон поставьте ткните это озеро принадлежит им а надо и вам его приватизируют они не приватизируют ничего вот где лагерь был музей вот если бы там был свинарник они сказали можно помнишь а детский лагерь нельзя музей нельзя ну ясно дело что свинячие мозги надо иметь вот я вернулся меня игорь александр и встретил мы доехали я у татьяна была она там все готовила галя привезет не надо я никаких я там картошку посадил вот интересно как ну около туалета там маленько совсем качели где батюшка шел увидел колорадского жука и говорит все съел колорадский жук и ни один не тяпкой не ударил не копали я пришел что батюшка сказал ну батюшка то сказал ну вы то хоть ну один-то раз копните я взял ведро по полу большое ведро полное картошки набрал и татьяне отвез ну нельзя же так батюшка сказал батюшка каждый год мотается по стране он сейчас поедет опять по мощам как 27 числа 27 это мое духовное рождение и 27 престольный праздник и он сейчас будет опять собирать я больше всего боюсь что он умрет дорога его похоронят и мы не найдем его незачем как бы он ездил на благовестие он бы мог сейчас поехать в румынию там везде никому дела нет оставьте батюшку в покое я не могу оставить я обязательно буду говорить я на колени падал перед ним не езди пойди по соседним деревням иди благовестную радостную вещь что иисус умер и воскрес за нас ни разу ни на одно благовестие не поехал разве он пример для нас в этом вопросе батюшка прекрасный хороший нравственный не сребролюбивый но на благовестие ни под каким видом не идет а то что означает павел шел апостолы шли он не идет так это брат родной тем более я о нем забочусь у бога будет другой суд почему со священника строгое взыскание будет почему златоуз говорит большая часть из 10 шестер будут в воду большая часть погибает серапим молится настольная книга священнослужителя 3 том 601 страница три дня три ночи он взывал не о царе которого расстреляют только об архиереях и священника и бог заговорил от тайна как шелести листьев или голос и бог сказал не пощажу и не помилую как будто ни одного нету в россии вот и все а он сказал батюшка сказал ну он должен подтвердить писание проверять спасение ни в щи руки не отдавай я сегодня еще раз повторю что остается около трех раз и кто поедет в город помогите нам картошку вести алёша увезла мешка и сразу приезжай в барновул у кого не отдых Сергей павлович развез по бабушкам там благодарности нет но у людей нет никакой возможности болящая там у ногаева получила щукина я бы еще час мешков уже 10 володя знает сколько отвезти и себе надо отвезти я заговорил с братом андреем чтобы на газели отвез вот хорошо прошлом году ты поехал и на своей бортовой увез и мы все увезли мы же не для себя только первое объявление сразу приезжай в барновул у кого нет картошки мы не продаем бесплатно даем бог дал вот сами поймите кто поедет игорь будет свободное место когда едешь хоть маленько бы нам это разгрузиться чтобы своя картошка вы вышла где-то ты теренть если когда поедешь всегда говори нам мы скажем куда дадим ключ зашел и там они уберут где-то так вопросы объявление сегодня 5 часов у батюшки собираем завтрашнего дня коров выгоняем 9 часов выгонять жилья и до 6 до когда служба у нас морковь только не убрана осталось свекла морковь свекла то я выдерживаю так брат игр когда едешь и хоть что-то свободное мешка 2 дарами мешки то там ну если мало ли еще этот ваш капитал будет духовный для кого-то мы никакой выгоды от этого не имеем это абсолютно точно